Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать макияж, который вы видите сейчас на мне. Буквально недавно я выложила фотографию в инстаграм с этим макияжем и спросила, стоит ли его делать, потому что я сама того не понимая, сделала макияж очень такой весенний, очень легкий, очень такой конфетно-букетный, в общем-то, и использовала оттенки, которые сейчас по версии Pantone считаются оттенками года. То есть вот такой вот розовый кварц, по-моему, если я не ошибаюсь, он называется, и еще какой-то там голубой тоже, я не помню, как они точно называются, ну, короче говоря, это два пастельных оттенка, пастельный голубой и пастельный розовый. И вместе они очень красиво тоже могут сочетаться, и мне кажется, что вот этот вариант, который вы сейчас видите на мне, это отличный тому пример, и судя по тому, какие я ответы получила, абсолютно все сказали, что стоит делать этот макияж, поэтому продолжайте смотреть, я вам в деталях расскажу, какие я продукты для него использовала и как, собственно, его сделала. Первое, что я буду делать, это наносить базу на все подвижное и неподвижное веко. Для этого я, как обычно, буду использовать базу от MAC Pro Longwear Paint Pot в оттенке Soft Ochre. Дальше переходим к теням, я буду сейчас выстраивать внешний уголок глаза, и буду использовать сейчас вот такой вот светло-серо-коричневый оттенок под названием Cashmere Bunny. Этот оттенок я наношу во внешний уголок глаза, такими похлопывающими движениями, и когда на кисти уже практически ничего не остается, я начну подниматься кверху и уже строить свой макияж по неподвижному веку. Если у вас такое же нависание века, как у меня, то стройте самый темный оттенок, используя нависание, а не свою складку, то есть чуть-чуть выше поднимайте тушевку, и таким образом даже на открытых глазах будет видно, что у вас здесь нанесены тени и сделана красивая тушевка. Сейчас моя главная задача это вот здесь вот растушевать оттенок, потому что дальше я буду наносить такие очень шиммерные оттенки теней, и если я буду слишком сильно потом эту зону растушевывать, то у меня этот шиммер потом осыпется вообще по всему лицу, и я его никак не уберу, поэтому главным образом я сейчас сосредотачиваюсь именно на неподвижном своем веке, там делаю тушевку, а вот здесь вот на подвижном пока в принципе не сильно останавливаюсь. На этом пока все, теперь переходим к подвижному веку. Сегодня я буду использовать тени Colourpop в оттенке Eye Candy. Вот так вот я их на палец набрала и прям вот таким вот образом и наношу. Это такой совсем светло-светло-лиловый оттенок, но в принципе он выглядит немножко даже таким, как светло-розовым на веки. Вот это было в один слой, и я думаю, я сейчас сделаю такой же второй. Вот, я в принципе добилась той интенсивности, которую я хотела с этим оттенком. Теперь возвращаюсь к тому же оттенку, который я использовала вот здесь на неподвижном веке, и буду заканчивать этот макияж. Опять-таки вот похлопывающими движениями вот так вот пройдусь по подвижному веку, для того, чтобы растушевать уже не было каких-то жестких сильно границ у меня. И также буквально совсем слегка пройдусь по границе там, где у меня заканчивается вот этот лиловый, и начинается тушевка коричневым матовым. Буквально еле-еле макну свою кисть в оттенок с экспресса, это темно-коричневый оттенок. Немножко буквально его нанесу во внешний уголок глаза для придания глубины этому макияжу. Особенно это важный шаг, если вы будете делать такой макияж для фотосъемки, видеосъемки. Такого слишком светло-коричневого недостаточно для этого. И для того, чтобы вы, скажем так, тоже на камере видели нормально этот макияж, мне нужно его усилить. Но для повседневной жизни вам вполне будет достаточно и одного вот такого светло-серо-коричневого оттенка. На нижнее веко я буду наносить смесь вот этих двух оттенков, то есть вот так вот сразу макаю сюда кисть несколько раз, сюда несколько раз, и вот этот смешанный оттенок буду наносить на нижнее веко. Когда вы так тени смешиваете, то у вас сразу получается что-то среднее между этими двумя оттенками, которые наносили вы на верхнее веко. Здесь я дохожу где-то приблизительно до середины глаза, и пока опять-таки останавливаюсь. Теперь нам осталось заполнить только нижнее веко вот эту часть, и я еще буду заходить слегка голубым на вот эту вот часть. Сегодня я буду использовать пигмент от Tami Tanuka в оттенке ледяной призрак. И чтобы этот пигмент нормально держался, я буду использовать Duraline от Inglot. Смачиваю кисть в Duraline для того, чтобы она была слегка жирной, не мокрой, а вот именно слегка такой жирненькой. И сразу наношу его на нижнее веко, и также слегка захожу вот сюда вот. Если вам кажется, что вы ничего не наносите, то это как раз правильное количество средства. Слишком сильно его наносить не нужно. И сразу перехожу к пигменту. Как видите, первое нанесение всегда такое неряшливое. Можно слегка подправить форму вот так вот даже пальцем и выстроить так, как вам нужно. И потом вот все излишки смахнуть просто пудрой, потому что пигмент этот в основном приклеивается туда, там, где вы нанесли Duraline. Растушевываю границы с помощью оттенка Cashmere Bunny. Это вот тот вот светлый серо-коричневый оттенок. Буквально просто нужно потоптаться на границе двух оттенков, и все, больше даже ничего делать не нужно. То же самое и здесь, для того, чтобы не было таких жестких границ. Кистью слегка проходитесь туда-обратно, топчетесь как будто на одном месте, и уже все выглядит намного лучше. По большому счету с тенями у нас все. Теперь мне осталось только накрасить ресницы, и сегодня я тоже буду клеить накладные ресницы. Сегодня я буду использовать вот такие вот ресницы. Это более такой натуральный стиль ресниц, номер 110 от Ardell. Ну вот и все, наш макияж на этом полностью закончен. Если вам интересно посмотреть, что я использовала на остальном лице, и с чем сочетал этот макияж глаз, то обязательно продолжайте смотреть. На лице я сегодня использовала тональную основу от Bourjois, которая называется Healthy Mixed Serum. И у меня это оттенок 52 ваниль. Потом я еще также использовала консилер у себя под глазами LA Girl Pro Conceal. И оттенок сегодня был Porcelain. Закрепила я тональную основу и консилер под глазами пудрой от Rimmel. Это пудра Lasting Finish. И оттенок у меня 3 Silky Beige. Она выглядит вот так, вот обычная компактная пудра. И что мне в ней нравится, она мало того, что закрепляет, так она еще и в принципе немножко добавляет покрытия. Если вам нужно немножко больше покрытия, чем дает тональная основа, то вот такими вот цветными пудрами хорошо закреплять лицо. И потом также на бровях у меня сегодня помадка для бровей от NYX. Tame and Frame. Оттенок у нее Blonde. Что еще? На щеках у меня сегодня бронзер от NYC Smooth Skin Bronzing Face Powder. Оттенок у него Sunny. Очень такой терракотовый бронзер. Как раз на весну, лето, мне кажется, даже на лето это вообще идеальный вариант. Также я нанесла совсем-совсем слегка румяна. Это были вот эти вот розовые, такие розово-золотистые румяна из палетки Sleek Face Form. Это конкретно оттенок Fair в этой палетке. Вот эти румяна я использовала. И я хотела остаться в этой вот розовой такой вот как сладкая вата теме, поэтому я нанесла хайлайтер еще жидкий от Elf. Это серия Shimmering Facial Whip. И оттенок Lilac Petal. Это очень такой вот, ну, скажем так, розоватый, с розоватым подтоном хайлайтер, я думаю, вы видите. И на губах опять-таки розовый. Я сегодня вся такая прям как Барби. Розовый оттенок это помада Melted от Too Faced и оттенок Melted Peony. Мне вообще безумно нравится эта помада. Я сейчас влюбилась просто в нее, потому что она имеет очень такой вот какой-то гелево-масляную такую текстуру. Это жидкая помада, но в то же время она не матовая, но в то же время она стойкая. Вот уникальная формула. Там цвета какие-то дурацкие немножко. Я хотела посмотреть, может, какие-то другие выбрать для себя, но цвета какие-то в линейке дурацкие. Но вот конкретно вот этот Melted Peony мне очень нравится. Она достаточно ярко-розовая, но в то же время на весну это отличный оттенок. Он очень освежает лицо. Ну вот и все. Я очень надеюсь, что вам понравился этот макияж. Если так и было, поставьте мне палец вверх. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Что касается подводки, то опять-таки ищем здесь залом века. Вот здесь вот приблизительно в этой точке у нас заламывается века. Достаточно низко. То есть классические стрелки здесь уже, в принципе, не сильно подойдут. Чтобы я посоветовала, это не задирать вот так вот слишком сильно вверх стрелку, а больше ее сделать как в бок. Вот я сейчас попробую продемонстрировать. И также буду добавлять туда 1 столовую ложку уксуса. Хорошо размешиваем, чтобы краска была максимально эффективной. Также наливаем в какую-то небольшую емкость отдельно уксус. Макаем яйцо в уксус. Это маком. Это нерап. Продолжение следует...